ДОСТАЕВСКИЙ БЕССМЕРТЕН В Рязани гостит профессор Кембриджа, специалист по творчеству писателя. Зарядка с чемпионом. Сотни студентов медицинского университета размялись под руководством дзюдоиста Андрея Волкова. Уйдет ли в прошлое профессия тракториста? Рязанский беспилотный трактор вышел на испытания в поля. В Рязани протестировали первый российский беспилотный трактор. Машина самостоятельно обрабатывает поля и способна работать круглосуточно. Уникальное транспортное средство – результат труда команды рязанских инженеров. На испытаниях побывала наша съемочная группа. Современный мир строится на новейших технологиях. Передовые разработки сегодня определяют глобальное лидерство стран. Рязанским инженерам есть, что предложить на рынке инновации. Эта небольшая машина может совершить настоящую революцию в сфере сельского хозяйства. Уйдет ли профессия тракториста в прошлое? Знает, эта машина трактора зовут Агробот, и он является началом нового тренда – внедрение беспилотных транспортных средств в сферу сельского хозяйства. Иной уровень обработки полей – кардинально новый подход в работе фермеров. Все это под власть на Агроботу. Испытания беспилотного трактора на Рязанских полях сегодня проводят инженеры конструкторского бюро «Аврора». Идея создания этой совершенной машины пришла к ним от самих фермеров. Не секрет, что в сезон посадки и уборки урожая квалифицированных трактористов зачастую бывает найти очень трудно. По словам коммерческого директора конструкторского бюро «Аврора» Виталия Савельева, доверив обработку полей роботам, можно не только облегчить жизнь фермерам, но и повысить эффективность любых работ в поле. Возможность использования беспилотной техники позволяет, во-первых, освободить людей, которые задействованы в поле от монотонной работы. То есть эту операцию можно передать на автоматику. Кабина для человека в Агроботе попросту отсутствует. Вместо него радары, лидары и камеры, которые позволяют системе видеть движущиеся объекты и стационарные препятствия. Установлены электромеханические блоки, которые позволяют автоматике управлять и переключать этими механизмами вместо человека. Кроме того, автономная система способна учитывать текущие погодные условия. Управлять техникой можно дистанционно, с помощью планшета или стационарного компьютера. Кстати, с одного рабочего места можно управлять до десяти роботами одновременно. В сложных ситуациях, которые искусственный интеллект не может разрешить при возникновении, скажем, кабана на поле, не предусмотрено и не заложено в программу, машина обращается к человеку и передает фактически ему управление. Оператор решает эту задачу, скажем, приостанавливает трактор, ждет, пока кабан уйдет. Там подает звуковой сигнал, чтобы прогнать его или какие-то еще действия предпринимает. И затем снова возвращает управление искусственному интеллекту. Первый беспилотный трактор оборудован вычислительным блоком, навигационными датчиками ГЛОНАСС и ГПС. Он умный, находчивый, а еще он видит то, что делает. У трактора есть даже зрение, правда компьютерное. С помощью всего этого трактор самостоятельно производит оцифровку посевных площадей и обрабатывает поля. Для фермеров нет необходимости закупать новую технику. Они могут переоборудовать уже существующий парк техники, осносив его системой автоматизации. Если говорить по экономической части этого вопроса, то срок окупаемости после установки данной системы мы рассчитываем где-то в 3-3,5 года. Данная система себя отбивает. Внедрив работу-огработа в поле, сроки посевной сокращаются на треть. Навигационный прибор просчитывает маршрут таким образом, чтобы накладка полос сева составляла всего 10 сантиметров, а грехов не было. Сзади закрепляется навесное оборудование. Это стандарт трехточечной подвески. Оборудование может быть абсолютно любое в зависимости от того, какие требуются проводить работы. Это могут быть плуги, косилки, культиваторы всевозможные, опрыскиватели. Во время работ с химическими удобрениями, человек, который находится в кабине, люди, которые обслуживают трактор, им приходится дышать этой химией. И как раз одним из перспективных направлений внедрения является автоматизация опыления, опрыскивания таких работ. Кстати, исключительной особенностью беспилотного трактора является еще и то, что он может работать в любое время суток. Первая очередная задача любого медицинского работника – не лечить заболевание, а сделать все возможное, чтобы заболевание не возникло. И важной составляющей профилактической деятельности является физическая культура. С началом нового учебного года студенты медицинского университета решили своим примером показать рязанцам, что ежедневная зарядка – залог здоровья. В федеральных вузах России с начала года активно реализуется проект «Студенты ГТО». Известные спортсмены, видные бизнесмены и яркие медийные люди активно поддерживают студентов по всей стране и вместе осваивают нормативы ГТО. Проект направлен на формирование здорового образа жизни и популяризацию выполнения испытаний комплекса ГТО. Сегодня утром 3000 студентов Рязанского медицинского государственного университета вышли на зарядку на стадионе «Спартак». Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что мы сегодня единой командой нашего родного и любимого Рязанского государственного медицинского университета здесь. И мы сегодня вместе делаем зарядку. У нас сегодня такой большой праздник. Это зарядка традиционная. Мы уже пять лет вместе с вами осенью традиционно вместе в любую погоду. Но самое главное – вместе одной командой выходим и подаем всем пример здорового образа жизни, командной работы и той теплоты, которая есть в нашем университете, есть в наших сердцах. Это не случайно. Лозунг Рязанского медицинского университета – вуз здорового образа жизни. Ректор вуза Роман Калинин, посол ГТО в Рязанской области. Сегодня будущие медработники занимались под руководством серебряного призера чемпионата Европы, победителей призера международных турниров, чемпионы России подзюдо и самбо, мастера спорта России международного класса, воспитанника детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Юпитер» Андрея Волкова. Очень приятно видеть такое количество народу. Один известный спортсмен сказал, что если мы не будем заниматься физической культурой, то мы устанем строить больницы. Так что надеюсь, что у нас будет самая лучшая медицина и самый лучший спортсмен и спорт в целом. Зарядка стартовала с презентации нормативов комплекса ГТО, после чего три тысячи студентов приступили к выполнению упражнений с чемпионом, что оказалось не только полезным, но и весьма увлекательным занятием, превратившим рядовое будничное утро в настоящий спортивный праздник. Самопроизвольно возникший во дворе дома номер 43 по улице Островского водоем не дает покоя жильцам вот уже много лет. Огромная лужа не просыхает ни зимой, ни летом, создавая препятствия и для автолюбителей, и для пешеходов. Это основная, но не единственная проблема, с которой пока безуспешно борются люди. Подробности в материале Ирины Ковалевой. Вот та самая огромная лужа, которая уже на протяжении нескольких лет украшает въезд во двор дома номер 43 по улице Островского. По словам жителей, она не высыхает ни зимой, ни летом. Этот искусственный водоем самый большой, но не единственный. Достаточно глубокие рытвины украшают всю дорогу, идущую вдоль дома, что, конечно же, доставляет жителям определенные неудобства. Мы ноги ломаем, у нас люди здесь, дом строился химволокном, то есть вредное производство. И люди, которые работали на Советский Союз и на все, вот получается, что они сейчас вот это только заслужили. Обидно до слез. Это раз. Второе. Дорога пролегает постоянно на избирательный участок, который у нас находится в бывшей 42-й школе. Люди идут и нам в глаза выговаривают, а мы бессильны. Этой осенью ситуация может усугубиться. Ведь после того, как заасфальтировали улицу Островского, оставив весьма немалый перепад между новым полотном и подъездной дорожкой к дому, именно во двор этого дома будет стекать вода со всей улицы. Летом еще ладно, а вот сейчас наступает осень, здесь в подъезд не зайти. И вот прыгать будем, я не знаю, как быть. Помогите. Просьбами о помощи жильцы дома обращаются во всевозможные инстанции уже с 2012 года. Отчаявшиеся жители писали и в префектуру, и в управление благоустройства, дошли даже до помощника губернатора. У нас есть письменные ответы на все наши обращения, в которых, ну, вкратце я вам могу сказать, что обещают рассмотреть на будущий год. С 2012 года будущий год так еще и не наступил. Кстати, именно по этой дороге в ближайшее воскресенье народ пойдет голосовать. Жителям стыдно, а выбирать кого-то они уже не видят смысла. По их словам, депутаты не единожды обещали им помочь, но обещания так обещаниями и остались. На выборы мы никогда не пойдем. Нечего бы выбирать. Мы разочаровались в наших властях, потому что они... Конечно, ходят по нашей дороге на выборы, а дороги нет. Да и ничего. Вот сюда надо депутат, который в нашем округе, чтобы он сюда пришел к нам вот сейчас. Дорога эта находится в муниципальной собственности. Кто должен заниматься ее ремонтом? В управление благоустройства нами был отправлен официальный запрос, ответ на который мы должны получить в течение 7 дней. Мы будем следить за развитием этой ситуации и вернемся к теме, как только получим ответ на официальное письмо. Выездная приемная прокурора области будет работать в разных районах региона. В ходе личного приема жителям районов разъяснят законодательство и примут обращения, обязательные к рассмотрению в органах прокуратуры. Информация о датах выездов доводится до жителей районов заранее через местные печатные здания, телевидение и органы местного самоуправления. Прием осуществляется в зданиях районных прокуратур. Такая форма деятельности оказалась весьма эффективной. В результате почти года работы выездной мобильной приемной было принято более 300 граждан. По результатам принятых граждан было принято действие в законодательстве, принято письмо на обращение, было принято более 70 письмо на обращение. Как показал анализ работы выездной мобильной приемной, рост числа обратившихся к разным, скажем, разом растет, что свидетельствует о росте доверия населения к работе органов прокуратуры по защите прав и свобод. Протестую, Достоевский бессмертен. Наследие величайшего классика русской литературы спустя столетия любят не только в нашей стране. Немало ценителей и за рубежом. С визитом в Рязань приехала профессор из Кембриджа, специалист по русской литературе 19 века, которая вот уже 40 лет читает англичанам Достоевского на русском языке. Встречалась с именитым специалистом Ирина Нечаева. В библиотеке имени Горького в конференц-зале «Яблоко упасть негде». Студенты, преподаватели литературы и русского языка, да просто культурные люди, ценители и любители золотого века русской литературы пришли на встречу с профессором из Кембриджа Ириной Арсеньевной Кирилловой. Она русская, ей 85 лет. Она автор монографии по Достоевскому, которого полюбила с 15 лет. Когда я в 15 лет прочитала, потому что, конечно, мы читали всю русскую классику, и поэтов, и прозу всю, я прочитала Достоевского и решила, ох, как замечательно, больше можно не читать. Тут все. И действительно, я хорошо, я знаю русскую литературу. Я в какой-то значительной мере знаю французскую литературу, потому что я воспитывалась в французском лицее. Я в какой-то мере все-таки знаю английскую литературу, но я нигде и никогда, включая Шекспира, не встречала писателя, кто бы сказал что-то, чего я уже не находила у Достоевского. Дочь военного, внучка генерала, родившаяся и выросшая в Англии. Она воспитывалась на русской культуре. В их доме говорили на родном языке. Это мой первый и самый родной язык. И, как говорил Владыка Антони, родной язык – это тот язык, на котором молишься. И эту любовь к нашему языку через все годы она несет в мир английских интеллектуалов. Ирина Арсеньевна считает, что Достоевский – современный писатель. Он боль и совесть не только русской нации, но и всех людей мира, которых объединяет православная вера. Живя в Англии, я могу говорить о реалиях России, а не о той карикатуре, которая сейчас преобладает в западных СМИ. Культурная среда профессорско-преподавательского состава разных вузов мира сплачивает людей, вдохновляет и заставляет открывать и перечитывать классику, которая вечно. Константин Паустовский вошел в историю литературы как писатель, сумевший с помощью слова запечатлеть самые таинственные и прекрасные природные уголки, прежде всего Мещерского края. Любовью к природе и поэтическим воззрениям на окружающий мир отличается не только его проза. Фотография – одно из любимых увлечений писателя. Обладая талантом живописного видения мира, художественным вкусом, истинный мастер, Паустовский выбирал сюжет, выстраивал композицию снимков. В библиотеке имени Горького сегодня открылась выставка, на которой можно ознакомиться с фотографическими работами знаменитого писателя. Выставка «Глазами художника» – совместный проект Московского литературного музея Центра Константина Паустовского и библиотеки имени Горького. Изначально в данную экспозицию входили только фотографии, которые писатель сделал в поселке Солочи в 30-40-е годы XX века. Однако в библиотеке решили, что эту фотолетопись неплохо было бы дополнить изданиями из собственных фондов. Так здесь оказались уникальные документы и книги, которые наверняка будут интересны посетителям. Так, например, у нас здесь есть ноты из личного архива Константина Георгиевича Паустовского, которые можно прийти и посмотреть у нас в отделе литературы по искусству. Здесь есть уникальные фотографии из личного архива Константина Михайловича Касаткина, который занимался исследованием творчества Константина Георгиевича Паустовского. Несомненно, рязанцам будет интересно взглянуть и на эти документы, и на фотоработы, на которых можно увидеть знакомые места глазами писателя и осознать, что именно природа рязанского края вдохновляла его на творчество. Тем более, что солодчи, которую видел и о которой писал Константин Паустовский, можно сказать уже нет. Согласитесь, это повод задуматься и, возможно, перечитать его произведение. Проза Паустовского, особенно та, которая так или иначе связана с Рязанским краем, с Мещерским краем, она для нас сегодня очень актуальна и в силу того, что произошло с Мещерой, как вообще она сейчас, эта самая Мещера, живет. Ведь мы же не задумываемся над тем, а как вот этот русский лес, как вот это пространство существует в том мире, в котором мы с ним постоянно взаимодействуем, мы его постоянно используем, периодически он у нас выгорает, то есть много там на него каких нагрузок ложится. Но вот даже на мгновение остановиться, оглядеться, и вы знаете, вот еще мысль такая пришла сейчас, ведь следующий год, с одной стороны, это для нас, да, юбилейный год Константина Георгиевича Паустовского, а с другой стороны, это будет год экологии. Вот эти два момента, они очень тесно переплетаются в творчестве по Паустовскому, и просто вопиют его произведение о том, как должен человек жить на земле. Эта выставка как бы предвосхищает предстоящий юбилейный год, посвященный Константину Паустовскому. И главной своей целью организаторы выставки видят не просто привлечение внимания к личности писателя, важнее, чтобы человек захотел вдумчиво перечитать его произведения и понять их актуальность в разрезе современности. На этом у меня все. Смотрите больше новостей, а также авторские проекты и актуальные интервью с интересными людьми на нашем сайте город62.tv. Присоединяйтесь к сообществу телекомпания «Город ВКонтакте». Я прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин